Открытый недавно Славянский космопарк становится не просто местом учебной и научной деятельности для школьников, но и центром притяжения для всех, у кого есть интерес к познанию чего-то нового. Здесь побывали славянские семьи, и космос для них, конечно же, стал намного ближе. В Международный день семьи 12 семей районного клуба «Счастливы вместе» совершили экскурсию в космопарк. В ходе увлекательной экскурсии они познакомились с установленными здесь арт-объектами, моделями планет и узнали много интересного о строении нашей Вселенной. Это прекрасно, что в нашем городе есть такое место, где можно увидеть, как выглядят планеты, представить их орбиты, а особенно яркие впечатления у самых юных. Я в первый раз побывала в космическом парке. Я видела звезды, планеты, но самая красивая планета – это наша Земля. Здесь очень красиво, интересно. Я буду рассказывать своим друзьям и одноклассникам. Пусть тоже побывают. Как работает метеостанция? Можно ли точно определить время по солнечным часам? Почему солнце летом греет сильнее? Маленькие почемучки хотели получить ответы на все свои вопросы. И взрослым здесь было также очень интересно. Мне очень понравилось в этом космическом парке, потому что, в первую очередь, это развитие для детей, это что-то новое, тем более для нашего небольшого города. Это огромный вклад в развитие детей. Да и в целом это очень интересно, поскольку мы живем в 21 веке, связь с космосом. Для нас это, наверное, очень важно. И тем более для школы такая постройка – это очень впечатляюще. И она помогает не только детям развиваться, но и познавать что-то новое. Этот космопарк помогает детям получить определенную профориентацию. И, может быть, они найдут дело всей своей жизни и станут космонавтами, либо конструкторами космических кораблей. Ну, то есть, большой спектр профессий. Сердце космопарка – стационарный цифровой планетарий на 30 мест, где можно посмотреть полнокупольные научные фильмы с эффектом полного погружения. Незабываемое впечатление у всех оставил планетарий, где семьям показали фильм о строении Солнечной системы. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».